В селе Сергеевка полицейские и сотрудники службы по охране животного мира осаждали медведя, с которым нос к носу столкнулся местный житель, спустившись в подвал собственного дома. Один из отсеков подземелья, как выяснилось, облюбовал гималайский медведь, решивший прописаться в двухэтажном каменном доме. Катушку садался копать, ведра там все лежит, там в подвале. Открываем дверь, он выходит, пообщался с ним, он порычал. Задом тихонько вышел, да и все, посмотрели друг на друга. Николай – охотник со стажем. Медведей повидал, а потому и отреагировал на внезапную встречу с косолапым без паники. Дверь в подвал запер, а ЧП сообщил спецслужбам. Вскоре к временной берлоге дикого хулигана примчался директор краевой службы по охране животного мира. Оценив обстановку, специалист принимает неожиданное для всех решение – зверя нужно ликвидировать. Ну просто было бы на рагумане его усыпить, и стекло не было делать. Нет, я согласен с вами, здесь я согласен, что гуманнее было бы. Вскоре, понятно. Да. Ну вот это в Америке, на вертолеты повезли. А здесь медведя посадили, выпустили, и он через два дня опять здесь. Если он ходит сюда уже постоянно по одним только населенным пунктам лазит, значит он не может жить при жопе. Специалист счел опасной и саму попытку усыпления медведя в людном месте. Снотворное действует минут через десять. За это время разъяренный хищник может покалечить не только самих охотников, но и окружающих. Пока стрелки планировали операцию, выяснилось, что косолапый здесь гуляет не первый день. Еще в пятницу с ним в подъезде столкнулась супружеская пара, но ей никто не поверил. Выходим, а он за нами следом, ну зашел в подъезд. Ну и как бы увидели его и сразу бегом домой, испугались сильно. Позвонили в МЧС, сказали, что он в подъезде медведь, но нам не поверили. И все осталось как бы это, ну друзьям позвонили здесь, тоже не поверили. Стрелки опасность, напротив, восприняли более чем реально. Сначала посетили подвал соседнего подъезда, чтобы запомнить расположение отсеков. Затем тщательно осмотрели все продухи, через которые может выскочить зверь. Прикрывая друг друга, словно спецназ, стрелки спустились вниз. Что, готов? Нет, это контрольный. Убедившись, что хищник мертв, его выносят из подземелья на носилках. Автоприцеп, в котором обычно перевозят живых зверей, на этот раз стал катафалком. Медведь дималайский, взрослый, проживал уже давно в подвале, поскольку есть признаки остатков пищи домашних животных. Голуби дикие, дохлые, кошки дохлые. Стрелять – это единственный вариант. Сами видите, населенный пункт, 100 человек народу, маленькие дети, других порядок не было. Местные жители отнеслись к происшествию как к зрелищу, лишать которого не стали даже самых маленьких детей. Несмотря ни на реальную опасность, ни на жестокий финал. С места происшествия Михаил Сергеев, Евгения Куликова и Александр Савчук.